Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент и это Star Wars The Old Republic, компания Сита Инквизитора. Мы продолжаем. Мы находимся на планете Квэш и нам необходимо найти Кала и Корина, наших учеников, которых мы приобрели после того, как Лорд Заш оказалась заточена в теле Кемвала. Мы должны их найти, потому что Дарт Танатанан решил, скажем так, свести с нами счеты и заодно, видимо, со всеми нашими учениками. И он напал на них на орбите планеты Квэш. Они высадились на планету и находятся где-то на ней. Но, боюсь, мы можем не успеть, и поэтому давайте сядем в наш транспорт и отправимся, скажем так, на поиски наших учеников. С нами, как всегда, верный, можно даже сказать, друг, верный союзник Кемвал, и поэтому нам нечего страшиться. Так. Планеты Квэш. Планета, наполненная токсическими отходами. Мы сделали прививку, поэтому на нас вроде как не должна действовать ни атмосфера, ничего такого лишнего. Валяются задания, куча дополнительных заданий, но мы их брать не будем, поскольку они не наша цель. Наша цель только сюжетное задание, и мы, естественно, будем его выполнять в первую очередь. А дополнительные побочные потом, после того, как закончится главная сюжетная. Так. Надо нам, короче, пассивочки две сделать. Тринадцать минут. Тринадцать минут осталось до окончания главной пассивки. Теневой заряд, ну, в принципе, пойдет. Опыт, кстати, бы не помешал бы нам увеличить. На самом деле... Ну, нет, это мы, на самом деле, легко можем сделать, без проблем. Пара участий в этом, в пвп-стражениях, и все, и дело в шляпе. Так, не, ребята, не заинтересован. Ну, мой стаб очень быстро идет. Стаб, это мое транспортное средство, так называется. Оно идет очень быстро, и у него есть, скажем так, вроде как, в описании говорилось, что способность противостоять нокауту эффектам сбития. То есть, если в нас стреляют, у нас больше шансов того, что у нас... Наш стаб не взорвется, а продолжит ехать дальше. И это, на самом деле, очень радует. Так, интересно, ну, практически уже добрались. Нет, интересно, а можно ли было на такси туда добраться все-таки? Либо своим походом... Ну, ладно, уже почти приехали. А-а-а, черт, зараза. Пассивка, разряд. Опа-на. Готов. И еще раз. Молния. Вот так вот. Все. Погнали. Так, двигаем дальше. Анакия разъезжает. Двигаем дальше. Так, вроде нетоксичная водичка. Должно быть все в порядке. Потому что, если бы вода была токсичной, то мы, естественно, опять бы взорвались, и все. А взрыв, кстати, причиняет... Нет-нет, а урон такой, знаете ли, неплохой. Поэтому, конечно же, лучше стараться не взрываться и стараться объезжать все эти подозрительные объекты. Практически прибыли. Это, по всей видимости, какой-то ангар. Калл и Корин, они... Точнее, наверное, Калл сказал, что если что, то отомсти за нас станут. Но у нас есть один поглощенный призрак. Наш главный герой стал сильнее. Поэтому мы, я думаю, сможем дать жару, как говорится. Так, нам сюда, да? Или куда? А, вот. Заезжаем, видимо, отсюда, я так понял. Да, вот вход. Отлично. Зона Сит Инквизитора. Начинается непосредственно наше сюжетное задание. Так, теневой ассасин. Сит. Ну, чё? Разберись с ними, кем вал. Чё стоишь-то? А я пока активирую наборчик опыта. О-о-о. Другое дело. Вот так вот. О, за вас даже заданец, нынче, дают? Ой, дополнительное, скажем так. Это очень хорошо. Молния. Вот так тебе. Разряд. Ещё раз. Вот. Так тебе. Давай, молнии его. Лассерат. Всё. Замочили. А-а-а. Так-так-так-так-так-так-так-так. Ну, кого? Где? Наверняка тут кто-нибудь. Нет, никого не. Значит, скорее всего, там. Давай, вали. Дроида-инфильтратора этого. А я пойду разберусь с этими ребятами. Оба-на. Постой, молнии. Позраги. А я ещё раз стукну. Вот так вот тебе. Всё. Кстати, тут атака. Довольно... Ну, слушайте. Хорошее количество урона наносит, на самом деле. В лобовую. И перезарядка недолгая. О, смотрите-смотрите. Кибер-экзекьюшенер. Мстительный джаггернаут. Вали его нахер, а. Так. А я его пока в молнию. Используют форму шиен. Кстати, очень серьёзная форма. Агрессивная форма ведения боя. С хорошей защитой, скажем так. Ребята опасные. Так, ладно, собрали. Так, вот эти вот тоже надо валить. Валим, валим, валим. Мы их всех убьём. Коль дополнительное задание дают, то, естественно, будем стремиться его выполнить. Давай, лечи нас. Вот так вот. Так. Давай-ка зарядимся. Отлично. Просто превосходно. Кем вал знает своё дело. Так. Может быть, в тени. Атака из тени. Так. Есть. Отлично. И давай мощную. Вот так вот. Всё. Молнии стукни его. И сокрушающая тьма. Всё. Так. Осталось, короче, где-то троих найти только. Но они, скорее всего, находятся у нас наверху. Давайте глянем. Ну-ка, где вы там? Налево, направо. Так. Значит, направо. Значит, давайте глянем, что у нас тут слева. О, во, ребята. У нас тут валим этого. Террор. Ого. Давай, валим. Давай, делай этот. Ээээ, как его? Всё. И мощную атаку. Вот так вот. Я даже аптечку одну хлебну. Воооо, отлично. Так. Давай мощную атаку. Ой, хорошо. И ещё раз. Всё. Замечательно. Так. Замечательно. Двигаем сюда. Значит, тут где-то коалы корен где-то у нас. Лорд Синератус. Чё, он убил их, что ли? Они говорили, что этот Лорд Синератус за ними придёт. Всё-таки, видимо, он успел. Ох, ну и морда у тебя. Ладно, хоть я в маске. Чёрт, он их... Живая? Ты тот Сид, который убил моих учеников? Мой Лорд, я полагаю, что ничего личного. Я просто следовал приказу Дарта Танатана. Вы действительно думаете, что у меня не было шансов против низкоуровневых учеников галактики? Теперь, когда встретились два Сидха, один из нас покинут это место в живых. И полагаю, что это буду я. Для тебя это будет, наверное, почётное, скажем так, поражение. Так. Найди мне хорошую гробницу. Нет. Я выпью за твою смерть, Лорд. Я сожалею. Как твоё имя снова? Лорд Синератус. Мой отец меня так назвал. Назвал меня Джеван. Я не могу сказать, что... Меня доставило удовольствие его убить, но я, по крайней мере, стоял за себя. Ну, всё, чувак. Ким Вал. Найди ему там гробницу. Поинтереснее. Ещё раз тебе. Синератус. Сейчас, смотрите, что он творяет. Повиси в воздухе. А я пока пассивки на тебя наложу. Где-нибудь. О! Готов. Ну, Ким Вал вообще знает, что делает. Да, так. Нифига себе, это он так резанул саблей. Мощно так использовать галлотерминал на нашем корабле. То есть возвращаемся в корабль. Хорошо, вернёмся. Я тогда думаю, в принципе, можно попробовать через этот. Ну, давайте лучше через цитадель вернёмся на наш корабль. Просто в этой игре можно телепортироваться в цитадель из любой точки игры, карты, где угодно. А оттуда уже можно абсолютно совершенно бесплатно либо вернуться в предыдущее место локации, либо вернуться на имперский, как бы, флит, империал флит, либо вернуться на свой корабль, либо выйти в том месте, где находится ваш цитадель. В данном случае моя первая цитадель находится на первой планете, где я начинал играть в компанию сит инквизитора Дромундкасс. Но не это важно. Важно то, что нам отсюда можно попасть на корабль. Экситу, старше всё. Сейчас мы окажемся на нашем корабле. Так, нажмите пробел, чтобы это самое... Конечно, это выглядит несколько некинематографично, но, в принципе, почему бы и нет. Во всяком случае, посмотрим. Посмотрим, ребят, там видно будет. Так, нам куда? Это всё этот предлагает использовать? Нет, нам нужно использовать... Танатанон атакует... В спину. Так, твои ученики мертвы. И у меня есть ключ от камеры медитации. Похоже, это моё наследие. Но этот ключ, похоже... Мер... Смерть не так узашна. Это палата личной медитации Танатана. Это превосходное место для совершения чего-то. Мы не играем же с призраками. Когда я пришёл сюда... Так. Мы должны отомстить. Я советую тебе встретить Танатана, когда у тебя будет больше... Силы. Я хочу его смерти. Он убил моих учеников. Твоих учеников. Во всяком случае, я сокрушу его. Знаешь, Тут уже говорили, но, во всяком случае... На ход мы могли попасть бы позже. Там корабль мистически разрушен. Возможно, там можем что-нибудь найти. Ашара и я посмотрим на... Ход. А ты в это время должен... Что-то с учениками сделать. Ты будешь слабым, если не будешь пытаться восстановить то, что Танатанон уничтожил. Я слышал о новой группе Акалитов, которые прибыли на Карибан. Рабы. Они что-то там ждут от Танатана. Наш старый друг Харкун их тренирует. Ну, новые ученики нам нужны. Превосходно. Это будет во всяком случае удивительно встретить Харкуна снова. У этих учеников на Карибане... Они особая честь для них. Они говорят, если у тебя есть статус, то ты можешь взять их в группу. Отправляйся на Карибан и возьми этих ребят. А мы пока будем разбираться с Ходом. Отлично. То есть нам надо на Карибан пополнить новую партию учеников, потому что без последователей наш главный герой будет слаб. Нам нужна какая-нибудь защита. И новая партия учеников, я думаю, нам в этом поможет. Отправляемся на Карибан. Там будет Харкун. Сколько мы его не видели-то? Все время унижал. Говорит, ни хрена не получится. Тем не менее, мы своего добились. Так, на Карибан. Все. Давай. Ну. Прибыль. Сейчас наверняка опять заставочка, да, будет? Нет, заставки не будет. Тогда поговорим с наблюдателем. Харкуном. Харкун, Харкун. Почему-то Харкун из Карима вспоминается. Вампирский лорд. Ну, неважно. Да. Конечно, этих жалко, что замочили. Ну, что же делать? Что же делать? Танатан не хочет встречаться лично. Он будет, скажем так, убирать спину. Хотя нет, он вообще-то встретился с нами лично. Нападал нам как следует. Но... Он принялся, видимо, уничтожать все, что с нами связано. Я не знаю, что он за учеников-то взялся. Но, во всяком случае, я так полагаю, ему недолго осталось. В конечном итоге, как только мы соберем достаточную мощь и силу, мы покажем себя во всей красе. И зададим этому Танатану по первое число, как говорится. Так. Вниз. Опускаемся вниз. Аптечки. Да, аптечки, в принципе, особого значения не имеют. 701, 704. Их на крайняк можно всегда купить. Ага. Давай, прыгай. Погнали. Мы сейчас находимся на орбите Корибана. Теперь нам надо попасть на саму поверхность. И этот шаттл доставит нас туда. Вопрос в другом. Судя по тому, что Корибан, это, скажем так, довольно какие-то, в кавычках, святое место для последователей темной стороны, как-никак, не возникнут ли такие сложности, что меня здесь просто узнают и в качественном итоге закуют в кандалы? Это может быть проблема, на самом деле. Что-то я не понимаю, куда мне идти-то. Ага. Вот сюда. Ну, погнали. По всей видимости, здесь всё рядом. Хотя, постойте, возможно, это не тот наблюдатель. Постойте, я путаю. По-моему, тот вообще старик, если я не ошибаюсь. Вроде как. Вот точно не скажу. О. А, нет, по всей видимости, это тот. Всё-таки, да? Вот новые ученики. Рабы, точнее. Вы просто отбросы общества. Вы не достойны быть лордами ситхов. Я знаю, что... Почему вы здесь? Во всяком случае, вы как... Отбросы какие-то. А, новая группа, я вижу. Я полагаю, это новые Акалиты. Мой лорд. А, вы хорошо выглядите. Да, это Акалиты. Худшие. Ну, зачем мне спрашивать об этом? Я хотел приготовить новых рабов к их неминуеме смерти. А вы здесь за учениками, или просто хотите поностальгировать? А, так... А, так... Ностальгия? Не... Не шути над собой. Я вообще-то здесь, чтобы не тебя увидеть. Всё как обычно, а? Раб. О. Я имею в виду мой лорд. Танатанан... Чё-то есть какой-то пропуск, и ты хочешь их? Это червяк Сеферес. Я нашёл его в палатах хатов, сокрушающих заключённые головы. Для меня честь встретить вас. Заткнись, раб. Ты не будешь говорить, пока лорд ситхов не скажет тебе говорить. А это монстро-сити Аргог. Не знаю, почему так назвали, и чё он сюда вообще припёрся. Я... Не так далеко родился здесь. Погоди, что это было? Не могу понять и слово, чё он говорит. Это... Чёртово создание Джаксон. Он не ситх, но он как человек. А это... Череполицей. Он... Мы называем его Халиком. Мастер. Не позволим обмануть тебя. Только один там из них хорош. Есть два других, которые могут сделать ошибку. А... Не пытайся меня обмануть чё-нибудь. Я выберу своих фаворитов, Харкон. Я проверю их после. Ты вернёшься назад, как только будет возможно. Точнее, вы. Я не ожидаю, что... Замёт много времени. Чего вы стоите, а, твари? Теперь идите на своё испытание. Так, ну и чё, мне получается их всех забрать или как? Я, походу, их всех, по всей видимости, забрал. А может и нет. Короче, ещё, наверное, нам предстоит их выбирать. Ладно, отправляемся на наш корабль. Где шаттл? А шаттл там у нас. Так. А вон, кажется, даже лестница ведёт. Ну, прыгай ты в эту... Всё. Вот здесь вот. Можем ли мы как-нибудь сюда заехать? Нет, сюда мы заехать не можем. Придётся, видимо, отсюда бежать. О-о-о! Не очень-то и дружелюбная планетка. Всё в руинах. Гробницы тёмных лордов. Которые дотянут до времён событий после фильма, кстати. Это... Кто этот играл? Академия джедаев. Классная, кстати, тоже игра. Чё-то нихера непонятно, как забраться. Может быть, там удастся всё это сделать. И ни одной... Это нет, лестницы, а. Ужас! Может, тут... Да ну. Чё хотите сказать? Сюда идёт это, что ли? Если и так, то, на самом деле, это было бы нормально, так и здорово. Так, ну, во всяком случае, я так полагаю, мне бы надо проехать, видимо... А, вот подъёмник. Нормально. Сейчас мы поднимемся, проедем, сядем в шаттл и уедем. Ну, опускайся. Опускайся. Смотрите, смотрите, идут, а. Да. Клорслак какой-то. Клорслак. Ужас. А там уже мочила идёт, по всей видимости, испытания ребята проходят. Водные. Так. Заворачиваем налево. И там будет то, что нам надо. Точнее, даже вот отсюда проедем. Да. Ну и, конечно, сооружение. Весьма впечатляющее. Ничего не скажешь. Ещё как впечатляющее. Так. Тут всё нормально. Ну да, всё нормалёк. Двигаем. Чё у нас тут? Опять шкала на максимуме. А, это наследие. 20 уровень наследия, кстати. Чё он там даёт-то? Открывается. Кстати. О, навыки наследия даёт ещё и... Какие-то бонусы на всех персонажей. Причём влияющие. То есть, эти такие вещи нельзя пускать из виду. Во, шаттл. На наш корабль. Your ship. Прямо на наш корабль. Давайте отправимся и... И уже, скажем так, оттуда будем решать куда. Ну, скорее всего, судя по тому, что говорили, мы, наверное, отправимся на планету Ход. Искать там ещё каких-либо призраков, которые можно поглотить и сделать себя ещё сильнее. Весьма интересно. Весьма интересно получается. Пока нас Танатан ищет, мы становимся сильнее, но нам нужны околиты, которые будут прикрывать нам спину. Так, во. Ё-моё! Чё это сейчас было? Чё, он взорвался, что ли? Я полагаю, наш друг Харкун хорошо справился. Твоё дело закончено на Карибане. Теперь время обратить своё внимание на поглощение духов. Ты имеешь в виду Ход? Я надеюсь, что у тебя есть более полезная информация о Ходке. Один наш человек нашёл чувствительного. Если Адроникус говорит правду, республиканский транспорт разбился на охоте годы назад. Там был артефакт какой-то ситской гробницы, которую джедаи конфисковали. Артефакт и призрак? Вы полагаете, там есть обитель чего-то интересного? Не знаю, но во всяком случае джедаи никогда не восстанавливали транспорт. Не нравится мне эта идея с поглощением мёртвых, но во всяком случае нам нужно всё-таки идти туда. Ладно. О, ещё 12 кристаллов. Можно прямо будет смотаться и восстановить показатели брони. Кем, Вал? Чё скажешь? Расскажи историю. Тулак, тело Тулак Хорда было взято куда-то. Я должен его восстановить. Ты уверен? Как ты это узнал? Это прибыло ко мне недавно. В качестве видения какого-то. Пусть кости были на охоте. Я их видел. Я видел всё отчётливо. Я должен восстановить их, во всяком случае. Хочешь ты этого или нет? А-а-а, так. Я помог тебе победить Вишика Ура. И я помогу найти тебе кости Тулак Хорда. Спасибо тебе, мой мастер. Надо помочь ему разобраться с прошлым. Вот сейчас надо ещё на ход отправиться и восстановить то, что осталось от его предыдущего мастера Тулак Хорда. А тот, говорят, был мастером владения меча. Ещё как, говорят, просто вообще хорош. Так, я понимаю, что я не понимаю кое-чего об Империи. Я тоже. Есть даже то, чего я не понимаю. Это очень трудно увидеть в Империи что-то такое. Но там очень много нелюдей и рабов. Но есть некоторые чужие, которые называются ситхами. Ну, я видела. Я просто удивлена. Первобытные ситхи были не людьми. Это были какие-то исконные жители, как там. Но... Посмотри в зеркало, и ты всё поймёшь. Ты в это не веришь. Ты просто думаешь, что это всё шутка. Но я думаю, что уже достаточно. Как бы на эту тему разговаривать. Хрен с тобой. Ладно. Так, и надо поговорить с нашим пиратом. Что-то я не туда пошёл. А, кстати, у меня этот же Карга Холл доступен. Могу в Карга Холл что-то спихнуть. Ну, ладно. Так, давайте-ка поговорим с нашим пиратом. Нет, пират с нами говорить не будет. Андроникус Левел не в настроении. Левел. Ревел. Левел. Андроникус Левел, да? Так, ход, смотрите. А чё мне на татуине? Постойте, чё мне на татуине? А, найти кого-то надо. Ёлки-палки, да чё ж такое. Так, задание компаньона. Ну, ход, ход. Наша цель – ход. Погнали на ход. Так, сколько вам туда? Да нормально, я думаю, как раз. Тысяча. Ну, на эту планетку, ё-моё. Чтобы сюда частенько заезжать, нужно иметь приличное количество... ...денежных единиц. Всё, прибыли. Я надеюсь, ты нашёл больше информации о призраках, которые там, Андроникус. Послушай, я всё там посмотрел в округе и всё проверил. Во всяком случае, пираты бежали с этого места. Империя и Республика... Что-то там было, но корабля не найдено. Холод – это часть всего там. Во всяком случае, не нужно игнорировать... ...наше чувство. К сожалению, я не заинтересован в чувствах, только в призраках. Так? Что эти руморы сказали? Это... ...наявиднее что-то было. Исчезнувшее место. Там был какой-то контрабандист, который загружал древнюю вещичку из гробницы Явина. Если я бы ловил призрака, то я бы начал с этого корабля. Тогда отправляемся, Андроникус. Надеюсь, твой бластер готов. Давай просто закончим с этой холодным местом. Я готов. Империя что-то там оборудует на этом ледяном блоке. И там нужна авторизация сита лорда. Но будь осторожен, там есть и пираты, и не такие хорошие, как я. Хорошо, поговорить с сержантом Лорен нам надо. И это не здесь. Понятно. Ланико, значит, будем искать. Этот дроид, как всегда, там двигатели чистит, наверное, да? Всё как обычно. Вот. Ледяная планета. А тут агрессивные обитатели есть. Этой планеты коренные обитатели. Эти вампы. Очень мощные ребята. В ближнем бою чертовски опасные. Поэтому на Кем Вала, как обычно, вся надежда. Он у нас весь урон на себя принимает. Сам наносит колоссальный урон. Так что... Надо, думаю, всё-таки взять его. Мне интересно, он тут не замёрзнет? Хотя, учитывая то, что это за тип, я думаю, вряд ли. Просто он, как всегда, у нас в каких-то обносках ходит. Чуть ли не в трусах. Поэтому... Не знаю. Посмотрим. Может быть, и есть какие-нибудь комплекты одеяния. Надо будет посмотреть. Всё-таки... Серьёзный тип, как-никак. Чё у нас там? Рейтинг щита увеличивает ваш санс поглотить атаку, когда у вас есть персональный щит-генератор. Атаки по щиту уменьшают обычный урон. Понятно. Ну, сейчас, как обычно, загружаться будет долго. Это, знаете ли, ход, как планета Татуин. Только, по-моему, ход ещё больше, чем планета Татуин. Насколько я помню. Тут, чтобы просто изъездить и покататься, всё. Тут надо приличное количество времени. Это реально ледяная пустошь. Просто бескончаемая, скажем так. Ну, и кто, кто смотрел фильмы, думаю, знает, что здесь будет потом в будущем. Ну, какие интересные события будут разворачиваться на этой планете. Так что у каждой планеты есть своя великолепная, замечательная история. Это да. Ну, и надо будет, наверное, потом смотаться ещё, приодеть нашего главного героя в какую-нибудь нормальную броню. Ну, не в броню, а поставить ему эти броню, модификаторы различные и так далее. Далее компоненты, чтобы возросли показатели. И ещё нам также надо... Чё там? Генератор, фокус, щиты в общем. Ой, щиты, щиты у меня нету. Или есть? Постойте. Есть щит? Нет, генератор. И намечь, естественно. Там кристаллик, что-нибудь такое. Ну, чтобы всё смотрелось более-менее нормально и пристойно. Скажем так. Может быть, даже цвет какой-нибудь взять необычный. Хотя красный цвет, я думаю, нормально вписывается. Если только взять какой-нибудь красный необычный цвет, то тоже имеет место быть. Вот так вот. Вот так вот. Значит, так, эти мои задания не берём. Не берём, отправляемся сразу на планету. Вот, это что-то за класс такой. Пауэртех. Пауэртех это, по-моему, аналог десантника. База Дорн. База Дорн. Нам туда. И, по-моему, на этой планете пересекаются как империя, так и республика. То есть, две стороны конфликта находятся в одном месте и обитают, скажем так. Поэтому не исключён факт того, что мы пересечёмся с некоторыми ребятами. Вот так вот. Ладно, друзья. Думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже искать и разговаривать с сержантом Лореном в следующей серии. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы всё ещё не подписаны. Если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. А также, если вас интересуют другие прохождения на моём канале, то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами. Рекомендую к просмотру. Всем спасибо за внимание, друзья. Вы самые лучшие. Всем пока.